АРХАНГЕЛЬСКСТАТА Специалистами Архангестата с конца ноября текущего года зафиксирован рост цен на огурцы, помидоры, картофель, морковь, лук репчатый. В среднем от 5 до 10%. Рыбу, мороженую, масло, сливочное, сахар, песок на 2%. Колбасу, вареную, сметану, сыр, карамель, рис, яблоки на процент. Беспрецедентная по своим масштабам выставка «Лики России» открылась в Архангельске. Полторы тысячи художников, скульпторов и народных мастеров в Сия-Руси отправили в столицу Поморья свою творческую мысль. Материализовалась она более чем в 6 тысячах работ. Такого культурного нашествия столица Поморья не переживала с 1964 года. Работы творцов из 80 регионов страны представлены на 7 площадках и на протяжении 3 месяцев будут доступны для созерцания. Хочу сказать слова благодарности организаторам, участникам этой выставки. Спасибо вам огромное за то, что вы поверили и вот так вот в едином порыве искренне представили свои работы здесь у нас. Это и дорогого стоит, но уверен, что в душах и в сердцах Архангела Городца, всех наших гостей, нашего города, вы найдете самых искренних почитателей и благодарных людей. В добрый путь! Шесть новых специализированных автобусов пополнили автопарки школы Архангельской области. Ежедневно 7,5 тысяч юных северян начинают путь в школу с поездки на специальном транспорте. Безопасность таких перевозок – главная задача. Четыре пазика и две газели отправляются исключительно в глубинку. Красноборский, Ленский, Пинежский и Верхнитуемские районы. География маршрутов этих транспортных средств. Из тех чуть более 300 автобусов, которые у нас сегодня эксплуатируются, они все находятся в пределах допустимого срока эксплуатации. Хотя мы видим, что в следующем году опять эту программу нужно уже даже в чуть большем количестве, до 10 автобусов нам придется покупать. Мы обязательно это реализуем. 7,5 тысяч ребят должны безопасно двигаться по области к своим образовательным учреждениям. За последние несколько лет школы Поморья получили 30 новых автобусов. Технику молодежи будут поставлять и дальше в рамках федеральной программы. Газеты и журналы для воспитанников детских домов и геронтологических центров. В Поморье стартовала традиционная акция «Дерево добра». В любом отделении Почты России можно приобрести подписку на периодическое печатное издание для ребенка из детского дома или пожилого человека из дома престарелых. В рамках этой акции каждый желающий может приобрести периодическое издание и направить его, собственно, приобрести не для себя, а для детского дома, а для социальных учреждений. Поэтому посчитали, что это очень нужное, полезное и хорошее дело. И министерством подписались на несколько печатных изданий, которые будут направлены в детские дома. Мы хотим, чтобы все неравнодушные люди, организации подключились к этой акции и последовали нашему примеру. Около 30 детских домов и 70 домов престарелых в списке получателей благотворительной прессы. Пять лет назад эту акцию придумали в Архангельском управлении почтовой связи, а в этом году она стала всероссийской. Подарить подписку на любимый журнал или газету для ребенка или пожилого человека можно будет до конца декабря. Управление Пенсионного фонда информирует всем гражданам, постоянно проживающим на территории России, являющимися получателями пенсий, по состоянию на 31 декабря текущего года будет произведена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей с 13 по 28 января 2017 года. Днем в Архангельске минус 3, минус 4, небольшой снег, влажность воздуха 88%. Берегите себя и будьте осторожны за рулем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова